У одного царя было четыре жены. Одну он очень сильно любил, вторую он всем показывал, третью, третью, и у него были очень сладостные отношения, а на четвертую он не обращал внимания. И кто есть эти жены? Эти жены, это первое, которое он очень любил, это наше тело, наше собственное тело. И что же с ним происходит, когда мы его очень сильно любим, но когда мы умираем, его сжигают. Мы к ним очень привязаны, мы за ним очень сильно ухаживаем. Мы его любим больше всего. Кого мы больше всего любим? Нам кажется, что там жену, ребенка, но на самом деле мы больше всего любим себя и наше тело. Но когда мы уходим, когда нас несут в кремацию, наше тело сжигают, оно буквально за несколько секунд превращается в прах. А кто вторая жена? Вторая жена, это аж кто? Это наши деньги показывают, мы всех им показываем. Но на самом деле, когда мы уходим, наши деньги достаются кому? Нашим детям по наследству. Когда отец умирает, первое, что делает сын? Ищет, где у отца были сбережения, где у него лежали деньги. Вот, третья жена, кто это была? Это наша семья. Наша семья очень нас любит, очень нас заботится. Но она проводит нас только до места кремации. И с нами никогда дальше не пойдет. А кто пойдет с нами? С нами пойдет только святое имя. Когда несут тело на кремацию, говорят, что это значит? Что это значит? Это значит, что только святое имя пойдет с нами. Только святое имя отправится с нами дальше. Имя святыми на Рамы, Кришны. Только они пойдут с нами. Мы не должны тратить свою жизнь бесполезно. Никто с вами не пойдет. Ничто вы с собой не заберете. И вы должны слушать Катхов. И на самом деле, когда вы придете к Ямараджу, Ямарадж не спросит, сколько у вас детей, сколько вы денег накопили. Что он спросит? Он спросит, сколько вы за свою жизнь... Как вы провели свою человеческую жизнь? Сколько святого имени мы повторили? Если вы просто проживете свою человеческую жизнь безбаджанно, то чем она отличается от животных? На самом деле, когда мы получаем человеческое тело на седьмом месяце, находясь в животе у матери, мы что делаем? Мы вспоминаем 10 своих предыдущих жизней. И мы плачем, плачем. Мы вспоминаем, что мы делали, как мы себя вели, и как мы зарабатывали мани, как мы кого-то обманивали. Мы все это вспоминаем. Нам очень стыдно, нам очень плохо. И потом, что мы делаем? Потом мы получаем ташин Господа и думаем, «О, в эту жизнь я точно потрачу должным образом Господь, я обещаю тебе». Но когда мы рождаемся, мы все это забываем. И на самом деле, когда ребенок находится в жатии у матери, он испытывает очень огромные страдания. Потому что, когда мама ест что-то острое, у ребеночка очень тоненькая кожа, и ребенок это все обжигает. И он испытывает огромные страдания. И этот ребенок на седьмом месяце, он вспоминает все свои предыдущие жизни. И он думает, «Все, сейчас я снова получил человеческое рождение, и это человеческое рождение я теперь буду должным образом совершать баджан». Но мы появляемся на свет, и мы все забываем. В этом материальном мире в этом материальном мире родители, кто является нашей мамой, папой, и те родители, которые нас родили, они нас начинают окружить заботой, любовью. И что? И мы забываем. То, что обещали Господу поклоняться им должным образом. Мы все забываем. Итак, когда ребенок находится... Когда ребенок находится в животе, он вкладывает руки в молитвенную позу и говорит, «О Господь, я обещаю тебе, я буду совершать баджан должным образом». И потом, мы все забываем. Мы забываем, что мы обещали совершать баджан. Итак, я сейчас что-то не поняла. Какую мысль, прошу прощения. Сейчас не могу немножечко въехать, поэтому я очень сильно извиняюсь. Я просто, если... Просто я понимаю, что я не должным образом, я лучше промолчу. Итак, Господь нам говорит, что я... Когда мы еще находимся в животе, Господь говорит, «Я дам тебе три знака, что твоя жизнь, ну, как бы, скоро уже будет закончена». Первое, что происходит? Первое, у нас начинает сидеть волосы. Второе, мы начинаем... Мы начинаем плохо видеть. И у нас... И у нас начинает... И у нас начинает выпадать зубы. И это три знака. Три знака, что пора уже совершать свой баджан. Итак, если... У нас... Это три знака, которые... Которые... Нам посылает Господь. Чтобы мы вспомнили о том, что мы ему когда-то что-то обещали. Мы обещали... Обещали ему... Совершать баджан. Курдеп ругается, что тут кто-то ходит, кому-то воды подает и не слышит, как художественным образом. Итак, когда мы находимся, когда мы находимся в Животе Матери, мы даем промыс, мы даем обещание Господу. Мы все будем делать должным образом. Пожалуйста, Господь, пожалуйста, прости нас за все мои прошлые жизни, за все мои... за все мои прошлые... Ну, просто мы же помним все эти жизни, поэтому мы просим за них прощения, обещаем Господь точно, сто процентов я буду поклоняться Тебе. Но потом мы все забываем, и потом что мы говорим? У нас нет времени на это. Нет времени на баджан. У нас тут дети, у нас появляются мужья, у нас появляется очень много забот, и мы говорим, что у нас ни на что нет... у нас на все есть время, но у нас нет времени для того, чтобы повторять святые имена. Итак, когда человек умирает, его несут к римации, что говорят... Вот Гурдев говорит то, что говорят. И говорят, только святое имя является правдой. Итак, мы на самом деле все говорят, только святое имя, оно является правдой в этом мире. И когда нас несут на место к римации, мы уже не можем своим ртом, своим ртом ничего сказать, никакие святые имена. Итак, а потом отец должен закрыть глаза... Ой, точнее, сын должен закрыть глаза там отцу на месте к римации. Там какие-то у них непонятные свои предписания. Вот. И затем агни-деф 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 съест, поглотит ваше вот это тело. И если ваш рот не повторяет святое имя, если то он так же не лучше, чем место к римации. И этот агни-деф он сожжет этот рот. И тогда, когда приходят ямадуты, чтобы забрать тело грешника, они очень таким крюком специально вынимают душу из тела. И это очень больно. Это больно, как будто тебя кусают тысячи скорпионов. Знаешь, когда тебя кусает один скорпион, это очень больно, если тебя кусают тысячи скорпионов. Это невероятно больно. это невероятно, Итак, а затем эти ямадуты, они тащат тебя через какую-то реку, которая гной, стул, моча, все вот в этой реке. И ямадуты тащат грешника через эту реку. Грешник он захлебывается в этих испражнениях, в киное. Это просто невероятно, насколько это мучительно. И зачем ямадуты это делают? Чтобы душа получила опыт, чтобы она поняла, что в этом мире правда только святое имя. Итак, что сказал ямадут? Ямадут сам сказал, если у вас есть туласи, если у вас есть тилок, никогда, никогда не возьмут, за вами никогда не придут ямадуты. Ям, махарач сам сказал, он сказал, ямадутам, забирайте только тех, кто не совершает баджин. Но, если вы увидите три симптома на теле человека, тилок, туласи, кантималы и малу, никогда в жизни не забирайте таких сюда, не тащите такие души сюда. Это три симптома у дживы. Итак, какие три симптома еще раз? что это у нас? Тилок, кантималы и малу. Никогда таких душ ко мне сюда не забирайте, потому что эти души преданные Господа. Я сам являюсь преданным Господа, эти души такие же преданные Господа и их сюда забирать не надо. Итак, есть два вида собак. Есть бездомные собаки и есть домашние собаки. Вот эти наши тулы сиканти, то есть наши кантималы, это точно так же, как ошейник у собаки. Как можно понять, собака бездомная или у нее есть хозяин? Только по ошейнику. То есть, если у нас есть ошейник, понятно, что мы принадлежим Господу. И такую собаку уже никто не обидит. Мы собака Господа. А если у нас нету кантималу, то придут им адуты и отлупят нас, почем зря. Примерно так. Если мы носим тулы-ся... Вот тут есть гопи, это я, из России, и тут еще 2-2 гопи из России сидят, я вижу. Всем привет, кстати. Городор, ты сейчас про меня? Говорите, а можно я не буду? Итак, ладно, хорошо, Городор говорит, что я тут пытаюсь совершать все должным образом, а вы хинду, посмотрите, хинду, это ваша культура, а вот эта девчонка притащилась, ну то есть я, из своей далекой страны, и она носит туласи. Итак, на самом деле, туласи-кантемалы очень важная вещь, даже если взять с материальной точки зрения туласи, когда, если вода, вы принимаете душ, и вода касается туласи, то вся эта вода очищается, и ваше тело очищается. Также капли туласи, итак, туласи, она является самой лакшми, если мы носим туласи на шее, то лакшми всегда будет с нами. Если вы поедете во Вриндаван, что значит Вриндаван? Вриндаван, это значит лес туласи, и вот так вот мы носим на своей шее туласи, и значит банки бихари на нашей шее, лакшми на нашей шее. Когда мы одеваем туласи, такураджи находятся на нашей шее, и сам Господь сказал, я не приму ничего, если нету без листочка туласи. Итак, туласи, даже с материальной точки зрения, это очень полезное растение. В состав более ста медицинских препаратов входит туласи. Гуру Дэв дал вам кантемалы. Итак, если у вас порвались кантемалы, вы не должны пить даже ни глотка воды. Такураджи ничего не примет без туласи. Итак, вы не должны принимать никакую еду, никакие напитки, если у вас на шее нету туласи. Вы должны, если у вас порвались туласи, вы должны пойти к Гурдеу, попросить новые кантемалы, и только тогда принимать воду и еду. Итак, тилака, теперь слава тилакам. Итак, я вот смотрю, некоторые тут сидят, сидят без стуласи. Что это значит вообще у приличной женщины, которая замужем? У нее есть... Она что носит? Она носит синдур, у нее есть бинди, у нее есть браслеты. Что это значит? Это значит, что она замужем. И когда она выходит на улицу, все понимают, что она замужем, она понимает, что у нее есть муж. И муж будет очень счастлив, потому что он понимает, что это женщина, ну его жена, она специально для него ставит все эти... Все эти, как бы... Я даже не знаю, как сказать, отличительные знаки. И муж будет очень счастлив. Жена, жена украшает себя только для мужа. И точно так же мы... Кто наш вечный муж? Кто? Кришна, конечно же Кришна. И мы... Что является нашим лучшим украшением? Это наши кантемалы, и наши... Наш тилак, это лучшее украшение. Мы должны выйти замуж за Кришну. Чтобы выйти замуж за Кришну, нужно тоже носить некоторые отличительные знаки. Это тилак, это кантемалы, и у нас обязательно должна быть тиласимала. Итак, мы должны повторять эти имена должным образом, и тогда мы будем счастливы. Итак, вы должны обязательно взять тиласималу. Тиласимала, это не просто какая-то мала, это сам Господь. И вы должны получить святое имя, эту мантру Атсадху, потому что это трансцендентный звук, который спускается сам с духовного мира. Так, есть три значения. Кри значит... Это... Кри значит, это тот, кто притягивает всех. Кришна, он привыкает к умы всех. Рам, что значит Рам? Рам означает... Итак, я прошу прощения, я там не расслышала. Итак, вы должны должным образом совершать свой баджин очень хорошо, прекрасным образом. И тогда... Что произойдет тогда? Итак, посмотрите на мусульман. Все мусульманские дети, они читают намаз, они знают свои священные писания. Почему наши дети не знают священные писания? Рам, Нагита, у нас есть очень много прекрасных священных писаний. И индийская культура, она невероятно богата. Тут есть сам Кришна. Даже мусульманские дети, они знают весь намаз. Они знают свои священные писания, они их цитируют. Почему вы своих детей не обучаете этому? Почему ваши дети не знают Рам, Нагиту? Это очень интересные писания. Вместо того, чтобы давать им смартфоны, вместо того, чтобы показывать им какие-то дурацкие мультики, покажите, дайте им почитать Рам. Первый гуру – это мама и папа. Вот, посмотрите, вот тут есть одна леди, у нее есть два сына. Вот. И они повторяют, они повторяют и святые имена, потому что их мать, их мать их этому научила. Их мать – первый гуру. Вот эти замечательные два парня сидят. Они знают шлоки из Рамайны, из Багавадгиты. Почему? Потому что мама их научила, мама их – первый гуру. Итак, дорогие друзья, мама, мама, мать и отец – первый гуру. Значит, что вы должны сделать? С первым делом вы должны своих детей приучить к Багаваджину, к садаме, иначе нет смысла никакого их заводить. Ну что, вроде у нас катха закончилась, мне отдали трансмиттер. Я вообще очень сильно извиняюсь, я перевожу реально как могу. Кроме меня тут никого нету, поэтому придется вам слушать меня. Простите, пожалуйста. У меня мало опыта, поэтому есть как есть. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok